В этом дворе на Ольховой улице постоянно кипит жизнь. Неравнодушный житель Геннадий своими руками создает молотки и топоры, которые позже отправятся в зону СВО. В пунктах приема металлолома Геннадия Чеснокова знают давно. Именно там мужчина забирает старые инструменты, отслужившие в бою, чтобы обновить их, сделать новые удобные ручки и обработать от ржавчины. Они в таком виде поступают, ну а дальше начинаем от ржавчины защищать, делать рукоятку, ручку топору делать. Вот мне его отдали, но он совершенно... Ну даже пораниться нельзя будет. Ну при желании, конечно, а так вот пораниться нельзя. Более сорока изготовленных Геннадием инструментов уже применяются и служат верой и правдой бойцам в зоне специальной военной операции. Также мужчина производит печи из барабанов стиральных машин. Три уже переданы в качестве гуманитарной помощи. Барабан я выдергиваю, дальше я у ребят металлоломия ищу подходящий тормозной диск, чтобы сверху положить его, как он нагревательный элемент будет. Ну и отверстие прорезаю. Очень просто. Все приспособления необходимы и для восстановительных работ в зоне боевых действий. Туда же отправляется груз для священнослужителей, работающих в зоне СВО. Вешалки для церковного облачения, которые мужчина делает сам. Первый раз отправили партию, по-моему, больше 20 штук с Феликсом. Это председатель Координационного совета общественной и политической организации Ленинского района. Он как раз туда готовился и через него отправил. 42-я мотострелковая дивизия передала благодарственное письмо Геннадию за его помощь бойцам. Видновчанин отмечает, что помогает он от чистого сердца. Геннадий, держи. Я говорю, спасибо. Не ради наград, но приятно, пустячок. На своем примере Геннадий Чесноков призывает всех, у кого есть какая-либо возможность, помогать бойцам в специальной военной операции.